здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами не стягин олег как-то в своем старом видеоролике я вам показывал интересное место под названием батагайский провал тот кто не смотрел давайте кратко пробежимся о чем речь идет вот так провал этот выглядит ну а также с батагайским провалом рядом показывал вам интересную гору под названием мать гора и самое интересное то что он на этой горе есть вот такие вот каменная останция да их также называют официально каменные останции фотографий к сожалению этих каменных останцев здесь нету но нас выручила на этот раз выручили вернее google снимки поэтому мы можем более-менее отчетливо рассмотреть как эти каменные останцы выглядят так вот о чем речь пойдет в этом видеоролике том то что я вам не показал рядом гор называется эта гора киселях вот примером такая же гора то же самое мы видим какие-то каменные останцы но к сожалению google снимки нас здесь подвели но выручили уже обычные фотографии поэтому мы можем рассмотреть все-таки как выглядят каменные останцы каменные столбы вот первая фотография давайте вернемся посмотрим еще одну фотографию на этой фотографии можно отчетливо рассмотреть не только каменные столбы останцы то есть ну и какую-то стену интересную но она к сожалению вдалеке а также что-то подобие что-то наподобие какого-то древнего замка также эти каменные останцы можно посмотреть и со стороны как они выглядят как видите даже с расстояния более пяти километров а я думаю тут не более пяти километров мы отчетливо можем увидеть как эти каменные останцы выглядят знаете сразу возникает вопрос вот как вот на таких вот плавных горах образуются вот такие вот каменные останцы как вы думаете дорогие друзья давайте посмотрим что википедия нам пишет об этих киселях и давайте почитаем если точно то называется киселях тасс это гора одна из самых известных мест якутии где водятся кигелях и вот так то название переводится на самом деле а кигелях это высокие стойки как природных скальных образований похожие высоких монолитов стоя более или менее изолированы но это так google переводчик неправильно переводит обычно они состоят из гранита или песчаника образовавшегося в результате креогенного выветривания запомнили это гранит или песчаник с песчаника я еще понимаю выветрится но как происходит выветривание в граните дорогие друзья это совсем непонятно давайте посмотрим что такое кигеляхи кигелях по-русски кигеляхи по якутски это означает каменные люди высокие каменные колонны и обычно состоят из гранита гранит представляет собой крупно зернистую магматическую породу состоящую в основном из кварца щелочно-полевого шпата и плагиоклаза он образуется из магмы с высоким содержанием кремноземом или из песчаника о чем я вам говорил и образуются в результате креогенного выветривания представляете креогенного выветривания что такое креогеника это производство и поведение материалов при очень низких температурах то есть получается все эти кигеляхи образовались то есть в результате очень низкой температуры но и плюс ветра я даже представить не могу дорогие друзья как возможно вот такие вот кигеляхи появились при очень низкой температуры и высоких ветров тем более все это как я вам прочитал состоит из магматических пород а также пишут большинство кигеляхов образовались в меловой период имеет возраст около 120 миллионов лет культурное значение эти антропоморфные каменные столбы важная особенность якутской культуры выступает с поверхности гладких гор и производит впечатление настоящие толпы людей по якутским преданиям кигеляхи возникли очень древних людей якутское слово киселей означает место где есть люди такие камни находятся в разных местах саха это плато алазея аннабарское плато вот интересные вот такие вот кигеляхи дорогие друзья и что самое интересное вот таких вот кигелях не знаете ну не так уж много вот пример вот на этой горе существует и на мать горе да также от киселях примерно в двести тридцати километрах ближе к янскому заливу также обнаружил похожие каменные образования вот так они выглядят и знаете вот рассматривая такие вот каменные станции сразу в голову приходит мысль а может быть там какая-то каменная жизнь может быть вот такие вот каменные станции появились не путем выветривания криогенного а может быть это рост камней как вы думаете ведь наукой доказано то что к примеру алмаза можно выращивать чем успешно сейчас занимается очень многие предприятия также хотелось услышать и ваше мнение дорогие друзья как вот такие а станции появились в этих горах очень же фантастично выглядит также попрошу обратить внимание на дальнюю гору на задний план посмотрите какой огромный каменный останец и как видите он не в группе он один единственный на всей горе интересное место не правда а вот здесь целая армия таких останцев некоторые из них посмотрите какие интересные держится на тоненькой ножки фантастика а вот по этой фотографии мы можем их посмотреть более детально посмотрите как они выглядят и такое ощущение что они созданы из гигантских блоков по типу полигональной кладки не правда ли похоже как в перу вот еще группа интересная друг за дружкой выстроились фантастика что я могу сказать дорогие друзья интересно было бы побывать в этом месте так давайте немножко передвинемся посмотрим еще парочку интересных фотографий а вот здесь еще ближе мы можем рассмотреть как на самом деле выглядит вот такие вот каменные станции и знаете чем больше я рассматриваю их тем больше в недумении как воздушная водная эрозия может создавать вот такие вот геоскульптуры у меня просто в голове не укладывается а нам ученые говорят то что это ветер и морозы создают вот такие вот геоскульптуры не верится мне вот и все не хочу я верить в это хотя конечно многие скажут читай википедию там все сказано но я так отвечу читайте сами а я лучше пофантазирую немного чего и вам советую а далее как я не искал вот таких вот кигелях я нигде не увидел вроде как бы везде одинаковые горы горы эти все состоят из крупного курума курум это огромные камни и по большей части они не похожи знаете на крупно обломочные камни а больше такие плавные формы как я бы выразился то есть округлой формы даже и вот непонятно именно как вот именно в таких горах и не на всех всего лишь на нескольких образовались вот такие кигеляхи почему к примеру вот на этой горе нету как вы думаете есть горы те же самое а здесь также обнаружил думал также кигелях но на самом деле это скорее всего трига пункт то есть и ничего с каменной столбами здесь ну то есть отношения не имеет но если кто-то спросит что это за месторождение кестер это старая разработка то есть карьеры здесь работали заключенные я не помню что они тут добывали то ли золотом то ли ура но такие вот существуют в этих горах и старые заброшенные карьеры как видите кое-где велась геологоразведка не оставили полосы до в прошлом вот так вот и вели геологоразведку брали огромное количество людей люди копали вот такие вот рвы то есть и смотрели что там внутри находится это сейчас современных технологиях все по-другому а раньше использовался конечно вот такой ручной каторжный труд а также рядом с этими горами интересными можно увидеть вот такие вот странные просеки что это за просеки также непонятно вот к примеру как в этом месте посмотрите шла просека то даже да не просека знаете а больше на вал похоже и так плавненько повернула вниз вот как такой может быть это даже и на просеку не похоже что это такое может быть как вы думаете дорогие друзья я вам на сто процентов скажу то что это просека не линия лэб ничего подобного это что-то другое а вот что пока я не разобрался если кто-то знает пишите конечно свое мнение в комментариях как видите вот таких вот просек здесь предостаточно вокруг этой горы и все они заканчиваются вот таких вот неожиданных местах где ничего нету то есть не каких-то заводиков а просто в какой-то глуши мне также заинтересовало что это может быть к примеру не очень ровный такой же профиль который пересекает идеально ровно вот здесь также эти профиля можно увидеть отчетливо да я также изучал как-то что это может быть геолога разведка но геолога разведка то есть расчерчивают нашу тайгу в клетку в 300 на 300 метров бывает там километр на километр или миля на милю но вот это вот совсем непонятное вот как видите этот профиль идет начинается вот с этого места а также чем это место интересно то что как видите в основном все зеленое а в этом месте серые может быть конечно здесь пожар произошел может быть таля поела и растительность не знаю почему тут цветность другая но скорее всего пожар был пожар у нас как знаете в россии очень часто проходят и как говорил вначале то есть вот эти вот профиля непонятные то есть просто находится посередине тайги никуда не ведут и ниоткуда а также если детально более рассматривать по google карте местность рядом с этим профилями мы увидим вот такой вот не обычный узор в форме растрескивание посмотрите более внимательно и все это под деревьями вот такое интересное место в якутии и вообще якутия сама по себе очень интересное место очень загадочная очень красивая но к сожалению труднопроходимая здесь не каждый может путешествовать не каждый осмелится вот именно только из-за этого очень очень мало фотографий в этом месте также если более детально рассматривать мы таких профилей как бы с ниоткуда и в никуда увидим огромное количество не знаю может быть это конечно в недалеком прошлом что-то заключенные здесь делали что к сожалению пока не ясно об этих профилях даже знаете трудно запрос задать в интернете если задаешь что совсем другое тебе показывает яндекс в основном ответ дают по профилям геолога разведки то есть те профиля которые в клеточку ну я по ним уже много видеороликов создавал также на вопрос отвечал что это может быть а на этом дорогие друзья я этот видеоролик буду заканчивать надеюсь он вам понравился и был полезен а на этом все всем до новых встреч